Благословение в Австралии Из газеты Благовесть Пятидесятницы Сестра Уинни Эндрюс из Мельбурна, Австралии, пишет Брат Вигглсворт приехал сюда 16 февраля и в тот же вечер проводила служение Наш дорогой Господь присутствовал на этом служении, исцеляя людей Маленькая девочка шести лет никогда в жизни не ходила, но после того, как о ней помолились Она самостоятельно вышла из здания, где проходила служение, вместе со своей мамой Которая была переполнена радостью от того, что Бог сделал для малышки Другой человек, у которого уже много лет болела нога, который мог ходить только опираясь на палку Был мгновенно исцелен и несколько раз свидетельствовал о том, что Господь сделал для него Многие люди получили избавление в ответ на молитву веры А однажды на вечернее служение мужчина привел свою жену, которая сидела в инвалидном кресле Оба они были исцелены Он был глухим уже в течение 20 лет, а его жена уже 6,5 лет не могла ходить После молитвы она поднялась с инвалидного кресла, и они с мужем отправились на станцию пешком, толкая перед собой пустое кресло Он также радовался тому, что мог теперь превосходно слышать О, как прекрасен наш Бог! Да будет благословенно его святое имя! В воскресенье на дневное служение, опираясь на руку подруги, пришла молодая женщина, страдающая туберкулезом костей И вот уже 13 лет, болезнь сей перешла в последнюю стадию Они помолились, и сразу же она обрела новую жизнь и была совершенно исцелена Ужасные язвы, разъедающие ее кости, полностью зажили, и сейчас она выглядит такой здоровой, счастливой и сильной, как это и должно быть Слава Богу! В прошлый вечер мы молились о молодом человеке, страдающем туберкулезом легких, и он тут же был исцелен Наши сердца переполняются радостью при виде этих славных чудес, которые Бог творит среди нас Многие были исцелены от невритов, заболеваний легких, сердца и суставов Одна женщина, которая уже 22 года не ходила и могла только поворачивать голову, после молитвы встала с кровати и пошла Слава Богу! Сила имени Иисуса Стихи для чтения Деяния Третья глава Стихи 1-16 Все возможны в имени Иисуса Бог превознес его и дал ему имя, выше всякого имени, чтобы перед именем Иисуса преклонилась всякая колена Нет в мире ничего, что нельзя было бы победить силой имени Иисуса Я предвкушаю чудесное единство верующих в имени Иисуса Нет другого имени под небом, через которое мы могли бы спастись Я хочу помочь вам ощутить силу, достоинство и славу этого имени Шесть человек вошли в дом больного, чтобы молиться о нем Это был пастор епископальной церкви Он лежал в своей постели совершенно беспомощный, не имея сил самостоятельно обслуживать себя Он прочел небольшую брошюру об исцелении Слышал о людях, которые молятся за больных Поэтому он послал за теми своих друзей, которые, как он считал, могут молиться молитвой веры Он был помазан елеем, как это предписывается в послании Кова 5, 14 Но, не почувствовав тот же момент явных признаков исцеления, горько заплакал Эти шесть человек вышли из комнаты, удрученные тем, что оставляют человека, о котором молились Все в том же состоянии Когда они вышли из комнаты, один из шести сказал Мы можем сделать еще кое-что Я хочу, чтобы вы все вернулись в комнату вместе со мной И мы попытаемся еще раз Они опять вошли в комнату и стали все вместе у постели Сначала, когда они шепотом произносили это прекрасное имя Казалось, что ничего не происходит Но по мере того, как они продолжали шептать Иисус, Иисус, Иисус Сила стала нисходить на них Когда они увидели, что Бог начал свою работу Их вера и радость стали возрастать И они шептали это имя все громче и громче В то время, как они повторяли имя Иисуса Больной встал с постели и сам оделся Секрет состоял в том, что эти шесть человек перестали смотреть на больного Они были заняты только самим Господом Иисусом Христом И их вера ухватила за силу, которая была в этом имени О, если бы только люди могли оценить силу этого имени Невозможно описать, что могло бы тогда произойти Я знаю, что его именем, силой этого имени Мы получаем доступ к Богу То место, где находится Иисус, наполняется славой По всему миру люди возвеличивают и прославляют это имя И какая радость для меня произносить его Однажды я пошел на гору помолиться Это был прекрасный для меня день Я находился на одной из самых высоких гор Уэльса Я слышал об одном человеке, который ходил на гору, чтобы молиться И дух господа встречал его там так чудесно Что, когда он возвращался, лицо его сияло, как лицо ангела Все только и говорили об этом И когда я пошел на гору и провел день в присутствии господа Казалось, что его чудесная сила окружает меня и пропитывает насквозь За два года до этого наш дом посетили два молодых человека из Уэльса Это были простые парни, но их отношение к Богу было очень ревностным Они пришли в нашу миссию и видели там некоторые дела Божьи Они обратились ко мне со словами Мы бы не удивились, если бы Господь послал вас в Уэльс, чтобы воскресить нашего Лазаря Они объяснили, что руководителем в их собрании был человек Который днем работал на лавянных рудниках А по ночам проповедовал В результате этого он совсем ослабел Заболел чахоткой и вот уже четыре года был беспомощным инвалидом Которого надо было кормить с ложечки Стоя на вершине этой горы Я вспомнил сцену преображения и почувствовал Что Господь поднимает нас на гору славы с единственной целью Чтобы сделать нас более способными и полезными для работы в долине Господь сказал мне Я хочу, чтобы ты пошел и поднял Азаря Я рассказал об этом сопровождавшему меня брату И когда мы спустились в долину Я написал на почтовой открытке Когда я сегодня молился на горе Бог сказал мне, чтобы я пошел и поднял Азаря Открытку эту я послал человеку Жившему в том же селении Где и служитель, о котором мне говорили те два парни Прибыв по селению Мы отправились к брату Которому я послал открытку Он посмотрел на меня и спросил Вы послали это? Я ответил Да Тогда он возмущенно проговорил Неужели вы думаете, что мы поверим этому? Забирайте свою открытку Вот она И он бросил ее мне Затем этот мужчина позвал слугу и велел ему Отведи этого человека к Азарю Пусть посмотрят Затем он опять обратился ко мне В тот миг, как вы увидите его Вы сразу же поймете Что вам пора собираться домой И ничто не будет удерживать вас С естественной, человеческой точки зрения Все, что он сказал Было правдой Больному ничему же нельзя было помочь Он представлял собой груду костей Туго обтянутых кожей В нем незаметно было признаков жизни Я спросил у него Можете ли вы кричать Помните, как в Иерихане народ кричал Пока не были разрушены стены Такую же победу Бог приготовил и для вас Если только вы поверите Но я не мог заставить его верить В нем не было ни капельки веры Его разум уже не воспринимал ничего Большое благословение Всегда помнить Что Слово Божье не может потерпеть поражение Никогда не полагайтесь на планы человека Бог может могущественным образом действовать через вас Если вы стоите в вере Не полагаясь на точку зрения человека И не позволяете себе разочаровываться Когда я вернулся к человеку Которому посылал открытку Он спросил Ну, что? Вы уже готовы к отъезду? Но на меня не действует то, что я вижу На меня действует только то, во что я верю Если человек верит Он не обращает внимания на то, что его окружает Если человек верит Он не руководствуется собственными чувствами Это человек, который верит Богу И каждый, кто пережил Пятидесятницу Может смеяться над всеми страхами верить Богу Есть что-то в Пятидесятнице Что отличает ее от любого другого духовного явления в мире Именно через нее вы каким-то образом ясно ощущаете Что Бог реален И везде, где Дух Святой имеет свободу Там обязательно проявятся его дары А там, где эти дары никогда не проявляются Я задаюсь вопросом Есть ли там и Дух Святой? Пятидесятники не могут быть удовлетворены Ни пятидесятническими служениями Нам не нужны никакие из тех развлечений Что предлагаются пастве в некоторых церквях Когда приходит Бог Он сам развлекает нас Нас развлекает и увеселяет царей и Господь господствующих В этом Уэльском селении создалось трудное положение И казалось, что невозможно заставить людей верить Готовитесь к отъезду Спрашивали меня Но в одном доме муж и жена предложили нам остаться у них Тогда я задал вопрос Хотел бы я знать Как много среди вас тех Кто умеет молиться Но молиться не хотел никто Я спрашивал Могу ли я найти хотя бы семь человек Которые согласились бы молиться со мной об освобождении этого несчастного Я сказал двоим жителям деревни Которые согласились присоединиться к нам Буду рассчитывать на вас Кроме того, есть мой друг и я Но нам нужно еще три человека Я говорил этим людям Что надеюсь на то, что кто-то из них поймет Какая честь ему предложена И придет утром, чтобы присоединиться к нашей молитве о Лазаре Не имеет смысла прислушиваться к мнению людей Если Бог сказал что-то, вы просто должны верить Ему Я сообщил этим людям, что не буду есть этим вечером Когда я ложился в постель Казалось, что дьявол пытается возложить на меня такое же бремя, что и на того беднягу Когда я проснулся, у меня был кашель и такая слабость Как будто я и сам был болен туберкулезом Я скатился с постели на пол и стал взывать к Богу Чтобы он избавил меня от власти дьявола Я кричал очень сильно и думал, что все в доме проснулись Но мой крик никого не потревожил Бог дал мне победу И я опять лег в постель таким же свободным, как и раньше В пять часов Господь разбудил меня и сказал Не преломляй хлеба, пока ты не сможешь сделать это за моим столом В шесть часов Он обратил ко мне следующие слова И я подниму его Я толкнул локтем друга, который спал рядом со мной Он пробормотал Ай-да Я опять толкнул его Ты слышишь? Господь говорит, что поднимет его Восемь часов мне было сказано Подкрепись немного Но я считаю молитву и пост наивысшей радостью И вы всегда будете считать так же Когда будете ведомы Богом Когда мы подходили к дому Лазаря Нас было восемь человек Никто не сможет убедить меня в том Что Бог не всегда отвечает на молитвы Он делает всегда даже больше Он всегда дает больше того О чем мы просим или о чем мечтаем Никогда не забуду Как сила Божья сошла на нас Когда мы вошли в комнату больного Это было так замечательно Мы окружили постель И я попросил одного брата держать больного за руку Сам я держал другую руку Лазаря И все мы взялись за руки Я предложил Мы не будем молиться Мы просто будем пользоваться силой имени Иисуса Все мы встали на колени шепотом Стали повторять одно это слово Иисус, Иисус, Иисус Сила Божья сошла на нас А затем ушла Пять раз она не сходила на нас И в последний раз не отошла А осталась с нами Но человек на кровати оставался недвижим В предшествующие два года Кто-то уже приходил и пытался поднять его И дьявол использовал эту безуспешную попытку Для того, чтобы разочаровать Лазаря Я не отступал Мне все равно, что говорит дьявол Если Бог сказал, что он встанет Значит так это и произойдет Забудьте все Кроме того, что Бог говорит об Иисусе Сила сошла в шестой раз И губы больного задрожали У него потекли слезы Я подбодрил его Сила Божья здесь Вам надо только принять ее Тогда он стал исповедоваться В моем сердце была горечь Я знаю, что огорчил Дух Божий И теперь я стал беспомощный Я не могу двинуть рукой Не могу поднести ложку к рту Я сказал Покайтесь, и Бог услышит вас Он раскаялся, а затем стал кричать А Боже, пусть все это будет во славу Тебе И как только он произнес эти слова Сила Божья прошла через его тело Я попросил господа Чтобы он никогда не позволял мне Рассказывая об этом Что-то изменить в этой истории Я знал, что Бог не благословляет При увеличении Когда мы опять стали повторять Иисус, Иисус, Иисус Кровать начала сотрясаться А человек в ней задрожал Я обратился бывшим со мной людям Теперь все вы можете уходить Это Бог Я не собираюсь помогать Ему А потом я сидел и смотрел Как этот человек вставал и одевался Он делал все это самостоятельно Спускаясь по лестнице, мы пели И я сказала ему А теперь рассказывайте о том, что произошло Скоро по деревне распространились слухи о том Что Лазарь встал И люди из Ланели ближайших окрестностей Приходили посмотреть на него И послушать его свидетельства И Бог многим послал в это время спасение На собраниях, проходивших под открытым небом Этот человек рассказывал о том Что сделал для него Бог В результате многие раскаялись И обратились на путь истины Все это было сделано именем Иисуса Верой в это имя Да, именно вера в него вернула Этому больному здоровье Чему все окружающие были свидетелями Апостолы Петр и Лоан не имели Собственной силы Чтобы помочь нуждающимся Они не были образованными людьми И не обучались в колледжах Но они были с Иисусом Они получили чудесное откровение О силе имени Иисуса Они раздавали людям хлеб и рыбу Умноженные Иисусом Они сидели с ним за столом Иоанн часто смотрел ему в глаза Иисус нередко упрекал Петра Но и в этих упреках проявлялась его любовь Да, он любил этого своенравного И непостоянного Петра О, как он умеет любить Я также был своенравным и непостоянным Я был упрямым Одно время я был просто неуправляемым Но как он был терпелив со мной Я здесь для того, чтобы засвидетельствовать вам Что в Иисусе, в его чудном имени есть сила Способная изменить и исцелить любого человека Если вы будете смотреть на Него Как на Агнца Божьего Возлюбленного Сына Божьего Возложившего на Себя все наши беззакония Если вы только увидите в Нем Иисуса Который заплатил за наше искупление Чтобы мы стали свободными Тогда вы сможете войти в приготовленное для вас Наследие спасения Жизни силы Бедный Петр и бедный Иоанн У них не было денег Но у них была вера У них была сила Духа Святого У них был Бог Вы можете иметь Бога даже тогда Когда у вас больше ничего нет Если даже вы уже утратили свое доброе имя Вы, тем не менее Можете иметь Бога в сердце Я был свидетелем тому Как самые худшие из людей были спасены силой Бога Однажды, когда я проповедовал об имени Иисуса На служении присутствовал человек Который слушал мои слова Прислонившись к фонарному столбу Этот стол был необходим ему для того Чтобы удерживаться на ногах Наше служение под открытым небом уже подошло к концу А этот человек все еще стоял там Прислоняясь к столбу Я обратился к нему Вы больны? Он показал мне свою руку Которую держал за творотом пиджака В руке у него был кинжал с серебряной рукояткой Он рассказал, что собирался убить свою неверную жену Но услышав мои слова о силе имени Иисуса Просто не смог уйти Он говорил, что чувствует себя беспомощным Я сказала ему Встаньте на колени И прямо там, на площади, среди людей Спешащих в разных направлениях Он получил спасение Я привел его к себе домой И одел его в новый костюм Я разглядел в этом человеке то, что могло быть использовано Богом А на следующее утро он благодарил меня Бог открыл для меня Иисуса Теперь я понял, что на Иисуса были возложены все грехи Я дал ему немного денег И скоро он смог приобрести себе чудесный маленький домик Его неверная жена жила в это время с другим мужчиной Но он попросил ее вернуться к нему в тот дом Который он для нее приготовил Она пришла, и в семье Где до этого царили вражда и ненависть Все было изменено любовью Бог сделал этого человека своим служителем В имени Иисуса сила Бог силен спасать даже самых недостойных С человеческой точки зрения, людей Однажды мы проводили в Стокгольме служение Которое запомнилось мне навсегда Неподалеку там было специальное учреждение Для неизлечимых больных И одного из пациентов этого заведения Доставили к нам на служение Он был парализован И все его тело постоянно тряслось и дрожало Он, поддерживаемый с обеих сторон Сопровождающими его людьми Встал и на глазах у трех тысяч человек Подошел к платформе Когда я помазал его елеем во имя Иисуса Сила Божья сошла на него В тот самый момент Как я прикоснулся к нему Он отбросил свои костыли И стал ходить во имя Иисуса Он спустился вниз по лестнице И ходил вокруг всего этого огромного здания На глазах у всех присутствующих Для нашего Бога нет ничего невозможного Он сделает для вас все Если только вы решитесь довериться Ему Кто-то спросил меня Не желаете ли вы сходить в этот дом Для неизлечимых больных Они отвели меня туда в мой выходной день Всех больных вывели в большой коридор И в течение часа Господь освободил от болезни Около двадцати из них Имя Иисуса так прекрасно Петр и Иоанн еще не знали вполне всего того Что сокрыто в этом имени Как не знал об этом и человек Храму от рождения Который каждый день лежал у ворот Но они имели веру Чтобы произнести Во имя Иисуса Христа из Назарета Встань и Ходи И как только Петр взял его за правую руку И поднял Его ступни и голени тут же получили силу И он пошел с ними в храм Подпрыгивая от радости Прославляя Бога Бог желает Чтобы вы видели больше таких исцелений Как это может произойти Сила его имени Верой в это имя Верой, которую он дает нам Исцеление в Скандинавии Из записок Анны Львине Пишущая эти строки имела честь В течение трех месяцев Принимать участие в служениях Смита Веглсворта Которую он проводил в Швеции и Дании Это было время посещения свыше Сотни людей приняли Иисуса Как своего спасителя Тысячи были исцелены от самых разных болезней Тысячи верующих пробаудились к новой жизни И очень многие получили крещение Духом Святым Как в день Пятидесятницы За все это мы возносим хвалу Иисусу Здесь я привожу несколько примеров тех чудес Которые я видела собственными глазами Это происходило в Эребру, Швеции Где в то время проводился съезд Пятидесятников Я приехала туда искать помощь для себя самой Будучи совершенно обессиленной Длительным и непрерывным трудом В служении для Бога На следующий день после моего приезда Проводилось служение и исцеление После проповеди я прошла в другой зал И была просто поражена Обнаружив, что через несколько минут Туда за мной последовала целая толпа людей Скоро зал наполнился тысячами Мужчин и женщин Терпеливо ожидающих прикосновения Божьего Через его служители И, слава Богу, мы не были разочарованы Как только руки были возложены на меня Сила Божья сошла могущественным образом В тот же миг я почувствовала себя Совершенно здоровой Когда служение продолжилось Было так чудесно наблюдать Какое действие оказывает на людей Сила Божья, не сходя на них Одни поднимали руки, восклицая Я исцелен, я исцелен Другие падали на платформу Под действием силы Духа Их приходилось поддерживать Некоторые ходили, как во сне Другие же производили впечатление Упившихся молодым вином Они были глухи ко всему, кроме Бога Все были преображены под действием Славы Божьей Прославляли величай Иисуса Слепая девушка, получив исцеление Закричала Ой, как много окон в этом зале Служение продолжалось три недели И огромная церковь каждый день была переполнена Очень многие получили исцеление И многие были спасены Свидетельства людей были чудесны Один мужчина говорил Я был глухим Обо мне помолились Иисус исцелил меня Другой свидетельствовал У меня была чахотка Сейчас же я здоров И так далее В отдельном маленьком зале Проводились служения для тех Кто искал крещение Духом Святым Я никогда не забуду этой картины Когда множество людей Закрытыми глазами и сердцами Устремленными к Богу Ожидали сошедствия Духа Святого Конечно же, он сошел На этих служениях Многие также получали исцеление В другом месте я видела Молодого человека Чье тело было изуродовано грехом Но Господь милостив грешником Он был помазан елеем И когда на него возложили руки Сила Божья могущественно снизошла на него Он сказал Я исцелен А затем в сокрушение плакал Как малое дитя Исповедуя свои грехи И в тот же миг Бог спас его Слава Богу Он вышел в большой зал И засвидетельствовал перед всеми О своем спасении и исцелении В Стокгольме Длинной очереди людей Часами ожидали разрешения войти Зал вмещал 1800 человек И почти на каждом служении Многие желающие Не могли войти внутрь здания Но они терпеливо ожидали Час за часом Может быть Представится возможность Если кто-то выйдет Занять его место Вот разбитый паралич Мужчина с двумя костылями Он весь трясется Его поднимают на платформу За ним пять или шесть сотен Других больных Ожидающих молитвы На этого человека Помазав его елеем Возлагают руки во имя Иисуса Он все еще трясется Но вот он бросает один костыль Через несколько минут и другой Его тело по-прежнему трясется Но он делает первый шаг в вере Произойдет ли чудо Он поднимает одну ногу Потом другую Идет вокруг платформы Все зрители радуются вместе с ним Теперь он обходит всю аудиторию Аллилуйя Во время этого служения Какая-то женщина вдруг начала кричать И кричала не переставая Проповедник попросил ее успокоиться Но вместо этого она вскочила на стул Размахивая руками и закричала Я исцелена Я исцелена У меня во рту был рак И я не была спасена Но во время служения Когда я слушала Слово Божье Господь спас меня и исцелил от рака Она снова и снова кричала Я спасена Я спасена Я исцелена от рака Она была почти вне себя Люди плакали и смеялись одновременно Здесь же была другая женщина Которая не могла ходить Она сидела в кресле А служители молились о ней С ней произошло то же, что и сотнями других Она встала, оглядываясь вокруг И все еще не веря Что все это не сон И тут внезапно она рассмеялась И произнесла Моя нога совершенно здорова Потоки слез потекли по ее лицу Они молились И она ушла со служения исцеленной Спасенной и преисполненной радости Мы имеем чудного спасителя Да будет прославлено его святое имя Из многих чудес Совершенных в Норвегии Мне хотелось бы рассказать о двух случаях О которых я прочла в записках пастора Барата Один мужчина приехал на служение Вместе со своим сыном в такси Оба они ходили на костылях Отец пролежал в постели около двух лет Он не мог стоять на ногах О нем помолились Он бросил оба костыля И стал ходить, прославляя Бога Увидев это, сын закричал Помогите мне И спустя непродолжительное время Отец и нам без костылей и без такси Отправились вместе домой Это слово провозглашается снова и снова Иисус, творящий чудеса Не изменился Он все тот же А теперь о Копенгагене Моем родном городе В течение трех недель Тысяч людей ежедневно посещали служение Каждое утро служители молились Об исцелении двух-трех сотен человек Каждый вечер платформа была окружена людьми Как только одна толпа отходила Другая уже шла в поисках спасения Многие здесь были крещены Духом Святым Служения и свидетельств были прекрасными Я бы хотела закончить свой рассказ с видением Которое было послано одному брату Посещавшему эти служения Он увидел себя среди больных Ожидающих служения и исцеления Он увидел, что проход от платформы Где находились больные Ведет прямо к славе Он видел чудесные существа Которые были похожи на людей Они с интересом наблюдали за происходящим Снова взглянув на платформу Он увидел удивительного Жителя неба в белых одеждах Который помогал больным Более активно, чем другие Когда он прикасался к больным Эффект был чудесным Согбенные тела выпрямлялись Их глаза начинали сиять И они славили и благодарили Бога И голос произнес Исцеление Наименьший из даров Это не больше, чем капля в море По сравнению с тем, что Бог приготовил для своих детей Вы будете вершить великие дела Хочешь ли быть здоровым? Стихи для чтения Иоанна, 5 глава Стихи с 1 по 24 Я верю, что Слово Божье так могущественно, что может изменить жизнь любого человека В Слове Божьем есть сила, которая делает несуществующие существующим В Слове, исходящем из его уст, есть творческая сила Псалмопевец говорит нам Послал Слово Своё и исцелил их П.С. 106-20 Думаете ли вы, что это Слово утратило свою силу? Нет, говорю вам Слово Божье способно созидать сегодня так, как и в древние времена Псалмопевец говорил Прежде страдания моего я заблуждал А ныне Слово Твоё храню И ещё Благо мне, что я пострадал Дабы научиться уставам Твоим Псалом 118-67,71 И, если наши страдания помогут нам осознать, что мы живём не хлебом единым, но и всяким словом, исходящим из уст Бога, они послужат нам благословением Но я хочу, чтобы вы поняли, что есть жизнь, полная чистоты Жизнь, очищенная словом, которое говорил он В этой жизни вы верой сможете прославлять Бога не только в вашем духе, освобождённом от сатанинских цепей, но и в вашем теле, избавленном от болезней Огромная толпа страждущих людей Слепых, хромых, увечных Собралась вокруг купальни, ожидая движения воды Но всех ли этих людей исцелил Иисус? Множество людей, собравшихся там, так и остались больными Несомненно, взоры большинства из них были прикованы к воде купальни, а не к Иисусу Сегодня также очень многие возлагают свои упования на видимые вещи Если бы только они обратили свои взоры к Богу Вместо того, чтобы надеяться на естественные явления Как быстро они получили бы помощь? И тут перед нами встаёт вопрос Для всех ли предназначены спасения и исцеления? Для всех, кто пожелает приложить усилия и получить предназначенную для него часть Помните ли вы, что произошло с женщиной с Ефеникинкой, которая просила изгнать дьявола из её дочери? Иисус сказал ей, дай прежде насытиться детям Нехорошо взять хлеб у детей и бросить его псам Заметьте себе, исцеление и искупление рассматриваются здесь учителем как хлеб для детей Поэтому, если вы точно дети Бога, вы, конечно же, имеете право требовать свою долю Женщина Ефеникинка твёрдо решила получить у господа то, что осталось на её долю Она говорила, так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей Иисус был вдохновлён Увидев веру этой женщины и отвечал ей За это слово, пойди Бес вышел из твоей дочери Мар 7, 27-28-29 Многие дети Божьи сегодня отказываются от своего здоровья Купленного для них кровью Христа Обрасывают его В то время как грешники бывают настойчивы в своих поисках и находят для себя здоровье под столом Куда оно было выброшено детьми, и они обретают здоровье не только для своего тела, но и для души и духа Женщина Ефеникинка, придя домой, убедилась, что дьявол и в самом деле вышел из её дочери Сегодня каждое дитя Божье имеет для себя хлеб, жизнь и здоровье в его всемогущем слове Слово способно изгнать из нашего тела любую болезнь Это ваша часть во Христе, кто является нашим хлебом, нашей жизнью Нашим здоровьем, нашим всем во всем Даже глубоко погрязнув во грехе, вы можете прийти к нему с раскаянием И он простит, и очистит, и исцелит вас Его слово, дух и жизнь для всех, кто примет их В последнем стихе книги пророка Аиле нам дано обещание Я смолу кровь их, которую не смыло ещё Это звучит как обещание новой жизни Жизнь и один мягкий знак Иисуса Христа, Сына Божьего, может так очистить сердце и ум человека, что его тело, душа и дух совершенно преобразятся Итак, все эти люди собрались вокруг купальни С ними и тот человек, он сидит здесь уже очень давно Его болезнь продолжалась 38 лет Время от времени, когда ангел возмущал воду Появлялась возможность получить исцеление Но как ныло, должно быть, его сердце Когда он видел, что кто-то другой опять прежде него смог добраться до воды и получить исцеление Но однажды Иисус проходил тем путём и, увидев его в таком печальном состоянии, спросил «Хочешь ли быть здоровым?» Эти слова произнёс Иисус, и они звучат из века в век Его слова звучат для вас, несчастные, обессилевшие в искушениях люди Вы можете сказать, как тот измученный человек «До сих пор я не смог воспользоваться ни одной возможностью, представлявшейся мне для этого Но не думайте об этом! Скажите лучше, хотите ли вы быть здоровыми?» Однажды я посетил женщину, хворавшую уже много лет Она была вся скрючена ревматизмом и уже два года лежала в постели Я спросил у неё, что заставляет вас лежать здесь? Она отвечала, я пришла к выводу, что имею жало во плоти Я сказал, какого же необычайного уровня праведности вы уже достигли, что вам необходимо теперь жало в плоти Получаете ли вы откровение от Бога в таком невероятном изобилии, что существует для вас опасность Возомните себе больше, чем следует Она сказала, я верю, что это Господь послал мне страдания Я возразил, вы верите, что воля Божья предусмотрела для вас страдания И, тем не менее, вы пытаетесь как можно скорее избавиться от них Вы окружены пузырьками с лекарствами, прописанными вам врачами Выходите из своего убежища и исповедуйте, что вы грешница Если вы отвергнете вашу собственную праведность, Бог сделает нечто для вас Оставьте мысль о том, будто вы так святы, что Богу приходится внедрять жало в вашу плоть Неправедность, а грех стал причиной вашей болезни Болезнь вызывается не праведностью, а грехом В крови Иисуса есть исцеление и избавление для каждого пленника Бог никогда не предназначал своим детям жить в нищете и бедствиях только потому, что дьявол приносит нам иногда страдания На Голгофе произошло совершенное примирение и искупление Я верю, что Иисус понес все мои грехи, и теперь я свободен от них Я оправдан вполне, если только я решаюсь поверить в это Он сам взял наши немощи и понес наши болезни И, если я поверю, я буду исцелен Посмотрите на этого бедного, беспомощного человека у купальни Хочешь ли быть здоровым? Но тут возникают определенные трудности Одним глазом человек смотрит на купальню, а другим — на Иисуса В наши дни существует также множество людей, страдающих таким косоглазием Один их глаз смотрит на врача, а другой — на Иисуса Если только вы обратите свой взор на Христа, если посмотрите на Него обоими глазами Вы совершенно исцелитесь духом, душой и телом Сам живой Бог говорит нам, что верующий будет оправдан и освобожден от любых уз Тот, кого освободит сын, будет действительно свободен Вы говорите, о, если бы я только мог поверить Иисус понимает это Он знал, что человек у купальни уже очень долго находился в этом состоянии Иисус полон сострадания Он знает, что такое заболевание почек и что такое невралгия Он знает все ваши трудности Нет ничего такого, о чем бы он ни имел понятия Он просто ждет, пока вы предоставите Ему возможность явить вам милость и благодать Но Он желает ободрить вас и вдохновить на то, чтобы вы верили Ему Если вы сможете поверить, вы сможете получить спасение и исцеление Найдите в себе смелость поверить, что Иисус был изранен за ваши грехи Был избит за ваши беззакония Был подвергнут пыткам для того, чтобы вы могли обрести мир И в ранах Его вы имеете исцеление здесь и сейчас Вы ослабли, потому что не верили Ему Объявите же Ему сразу во всеуслышание Господи, я верую, помоги мне в моем неверии Однажды в Лангбич, в Калифорния Когда мы с моим другом проходили мимо гостиницы Он рассказал мне об одном враче У которого вот уже шесть лет болела нога И он никак не мог излечиться Мы пришли к этому врачу Его номер застали у него еще четырех врачей Я сказал Что ж, доктора, я вижу у вас тут много сегодня Поэтому лучше я зайду как-нибудь в другое время Когда я проходил там в другой раз Дух сказал мне Иди к нему сейчас Бедный доктор Положение его было ужасным Он рассказывал Вот уже шесть лет Как я в таком состоянии И никакие человеческие средства не могут мне помочь Вы нуждаетесь во всемогущем Боге Заметил я Люди часто пытаются сами как-то исправить свою жизнь Но без Бога вы ничего не можете изменить Я какое-то время говорил с ним о Господе А затем помолился о нем Я крикнул Выйдя из него во имя Иисуса И доктор воскликнул Все ушло О, если бы только мы знали Иисуса Одно прикосновение его могущества Способно исцелить искалеченные души Мы должны помочь людям уверовать в него Простота этого спасения удивительна Все, что требуется Это прикосновение к нему живой веры И вы получаете полноту во всем Примерно через шесть недель После этого я снова был в Лангбич И больные люди приходили на собрание С просьбой помолиться о них Среди них был и тот врач Я спросил Что вас беспокоит Он отвечал Диабет Но он исчезнет сегодня вечером Я знаю Что все будет в порядке Нет такой проблемы Которую не мог бы разрешить для вас Господь У него нет никаких Если только или может быть Все его обещания непременно сбываются Все возможно верующему О, имя Иисуса В этом имени есть сила для победы Над любыми человеческими обстоятельствами и нуждами На этом собрании присутствовал пожилой человек Который помог своему сыну выйти вперед Он сказал У моего сына очень часто бывают припадки Практически каждый день Потом там была еще женщина Больная раком О, что сделал с людьми грех Мы читаем Что, когда Бог вывел свой народ из Египта Не было в коленах их болящего П.С. 104 37 Не было болезней Все были исцелены силой Бога Я верю Бог желает Чтобы люди были такими же сегодня Я помолился о сестре Больной раком И она сказала Я знаю Что свободно теперь И что освободил меня Бог Затем привели мальчика У которого были припадки И я повелел злому духу Оставить его во имя Иисуса Потом я молился о враче А во время следующего Вечернего служения Здание было переполнено Я спросил Ну как, доктор Что теперь с вашим диабетом? Доктор отвечал Он исчез Затем я спросил пожилого мужчину А что с вашим сыном? Он отвечал С тех пор у него не было ни одного припадка У нас есть Бог Который отвечает на молитвы Иисус выбрал этого человека У купальни своим свидетелем навсегда И когда этот человек Стал доверительно смотреть на него Иисус сказал ему Сделай невозможное Встань Возьми постель твою и ходи Человеку с иссохшей рукой Иисус также повелел сделать невозможное Протянуть руку Этот человек сделал то Что было невозможным Он протянул свою руку И она стала здоровой То же произошло и с расслабленным Он начал подниматься И почувствовал Как сила Божья стала действовать в нем Он свернул свою постель и пошел Это был день субботний И вокруг было много людей из тех Которые думали больше о дне Нежели о Господе И они подняли шум Как только проявляется сила Божья Со стороны лицемеров Немедленно следует протест Иисус знал Через какие трудности Предстояло пройти исцеленному человеку Потому он опять встретился с ним И сказал ему Вот, ты выздоровел Не греши больше Чтобы не случилось с тобой чего хуже Существует тесная связь Между грехом и болезнью Многие ли знают Что их болезнь является прямым следствием греха Я надеюсь Что никто Живущего грехе Не станет просить Чтобы молились о его исцелении Но Если вы послушаетесь Бога Раскоетесь в своих грехах И оставить их Бог выйдет вам навстречу И тогда ни болезнь Ни грех не устоят И молитва веры исцелит болящего И восставит его Господь И если он сделал грехи Простятся ему Иак 5 15 Вера Это открытая дверь В которую входит Господь Не говорите Я был исцелен верой Вера не спасает Спасает Бог Входя через эту открытую дверь Тем же путем приходит исцеление Вы верите Что сила Христа приходит к вам Исцеление служит для славы Божьей Я здесь с вами Потому что Бог исцелил меня Когда я уже умирал Я посвятил все свое время Для проповеди Слово о полном искуплении Делая все возможное для того Чтобы слава воздавалась Чудесному имени Иисуса Который исцелил меня Не греши больше Чтобы не случилось с тобой Чего хуже Однажды Господь говорил нам О злом духе В ушедшем из человека Дом Оставленный духом Был выметен и убан Но в него не вселился Новый жилец И тот злой дух Вместе с другими семью Еще более злыми Чем он сам Возвратился в незанятый дом И после этого состояния Человека становится хуже Чем прежде Господь исцелил вас Для своей славы Чтобы с этого момента Вся ваша жизнь Прославляла его Но этот человек Не изменился Он не прославил Бога Он не искал Исполнения духом И в дальнейшем Его состояние Стало еще хуже Чем было Господь так очистит Желание и побуждение Наших сердец Что мы будем искать Только одного Его славы Как-то я пришел В один дом И Господь сказал мне Это для славы моей Молодой человек Болел уже в течение Длительного времени Будучи прикован К постели В совершенно Беспомощном состоянии Его кормили С ложечки И он никогда Не одевался Погода была сырая Поэтому я сказал тем Кто находились в доме Я хотел бы Чтобы вы развесили Одежду молодого Человека У огня Для проветривания Сначала они Просто не обратили Внимания На мою просьбу Но так как я был Настойчив Они наконец Достали его одежду И Пока она проветривалась Я пригласил их Войти в его комнату Господь сказал мне Тебе ничего Не надо делать здесь И я просто лежал Простершись на полу Господь показал мне Что он собирается Потрясти это место Явлением своей славы Кровать затряслась Когда я во имя Иисуса Возложил руки На молодого человека То сошла такая сила Что я упал лицом на пол Примерно через четверть часа Молодой человек Поднялся и стал Расхаживать по комнате Прославляя Бога Одевшись самостоятельно Он вошел в комнату Где находились его мать и отец Он сообщил им Бог исцелил меня Оба они И отец и мать Упали Простершись на полу Когда сила Божья Наполнила комнату В это время в доме Находилась женщина Выписанная из больницы Для малышенных Но ее состояние Было настолько плохим Что вскоре ее собрались Опять отправить туда же Но сила Божья Исцелила ее Сила Божья Сегодня та же Что и прежде Людям необходимо Вернуться на древние пути К вере древних времен Чтобы верить Слову Божьему И каждому его утверждению Начинающемуся словами Так говорит Господь Дух Господа Действует в наши дни Господь грядет Если вы желаете Участвовать в пробуждении Вы должны принять все Что говорит Бог Хочешь ли быть здоровым Этот вопрос задает Иисус Ответьте Ему Он услышит и поможет вам Благословение в Австралии Это сообщение пришло Из Мельбурна Австралии От сестры Уинни Эндрюс В связи с проводимыми там Служениями брата Веглсворта Молодая женщина Свидетельствует Меня Бедную женщину Умирающую от болезни Пожирающие все мое существо Принесли на служение В прошлое воскресенье Я была полна Всякой нечистоты Как внутри Так и снаружи Но Господь Иисус Христос пришел И отпустил грехи И освободил меня С тех пор я стала спокойно спать И с аппетитом есть Как никогда за предыдущие восемь лет Президент по местной методистской ассоциации Проповедников Свидетельствовал о том Что был исцелен от заболеваний Нервной системы Мистер Солглэш Известный бизнесмен Свидетельствовал о том Что был избавлен от болей в ноге Которые появились у него Когда ему было два года Сейчас ему уже пятьдесят два Как только обо мне помолились во имя Иисуса Всякая боль исчезла Никто никогда не видел Чтобы я свободно наступал на свою ногу Теперь же мне больше не нужна палка Одна дама рассказала Пока я сидела на своем месте И слушала слово Бог исцелил меня от болезни печени Ко мне в желчном пузыре И невралгии седалищного нерва Он также коснулся моей дочери У которой болели ноги Так что ей пришлось перенести две операции Она уже и не надеялась выздороветь Но Господь произвел свою операцию Все боли исчезли Слава Господу! Мистер Ливелин Служитель англиканской церкви Свидетельствовал Что был мгновенно исцелен от окостенения в коленном суставе Мистер Барретт свидетельствует Что мисс Уитт из Боксхилла Которая 22 года была прикована к инвалидной коляске После того как мистер Виглсворт молился о ней во имя Иисуса Встал и начало ходить Другой человек свидетельствовал о том Что накануне вечером был исцелен от заболевания сустава в четырехлетней давности Он выбросил свои костыли и палки Мистер Джонсон из Спермвеля Который уже 20 лет был глухим И его жена Передвигавшаяся 6 лет только в инвалидном кресле Были мгновенно исцелены Пустое кресло было доставлено на железнодорожную станцию Где женщина свидетельствовала прохожим о великом чуде Которое Бог совершил для нее Многие получили исцеление через возложение носовых и шейных платков Я Господь, Целитель Твой Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви И пусть помолятся над ним Помазавший его елеем Во имя Господне И молитва веры исцелит болящего И восставит его Господь И если он сделал грехи Простятся ему Иакова 5 глава стихи 14-15 В этом драгоценном слове мы имеем реальное основание для истины об исцелении Здесь Бог дает очень определенные инструкции для больных Если вы больны На вас возложена обязанность позвать пресвитера в церкви Их часть работы состоит в том Чтобы помазать вас елеем из веры и помолиться о вас А после этого все дело остается в руках Бога После того как вас помазали и помолились о вас Вы можете пребывать в спокойной уверенности Что Господь поднимет вас Это Слово Божье Я думаю Все мы понимаем Что к этому делу церковь должна относиться очень серьезно Тот, кто не желает следовать этим простым инструкциям Навлекает на себя страшную опасность Отказываясь подчиниться Они готовят себе неотвратимую погибель В связи с этим Иаков говорит нам Братья, если кто из вас уклонится от истины И обратит кто его Пусть тот знает Что обративший грешника от ложного пути Его спасет душу от смерти И покроет множество грехов Многие отворачиваются от господа Как царь Аса Который, когда заболел Стал искать помощи у врачей И поэтому умер Я понимаю смысл этих стихов так Что если кто-то побудет другого человека снова обратиться к Господу Этим он спасет человека от смерти И Бог простит множество совершенных им грехов Этот стих имеет важное значение в опросе спасения Если вы отворачиваетесь от какой-то части Божественной истины Враг обязательно получит в этом дополнительное преимущество перед вами Отвечает ли Бог тому Кто ищет его Чтобы получить исцеление И выполняет все наставления Данные Иаковом? Несомненно Позвольте мне рассказать вам историю о том Как он может помогать нам в самых экстремальных ситуациях Однажды, возвращаясь после посещения больного вместе с моим другом архитектором Я увидел молодого человека из его офиса Который ехал в машине Держа в руке телеграмму В ней содержалась срочная просьба о том Чтобы мы как можно скорее приехали и помолились об умирающем Со всей поспешностью мы сели в машину И примерно через полтора часа добрались до большого дома в сельской местности Где жил тот человек В доме было две лестницы И это было очень удобно Потому что врачи могли спуститься по одной из них В то время как мы с другом поднимались по другой Таким образом, мы могли не встречаться Я узнал, что этот человек разбился Все тело его было разорвано Внутренности обнажились И кишечник был поврежден в двух местах В результате выхода в брюшной полость содержимого кишечника В ней образовались абсцессы За этим последовало заражение крови Лицо этого мужчины сделало зеленым Два врача пытались спасти положение Но они видели, что дело было им не под силу Они вызвали по телеграфу из Лондона крупного специалиста И когда мы приехали Врачи на железнодорожной станции дожидались прибытия светила Больной был уже на грани смерти и не мог говорить Я предложил его жене Если вы желаете, мы помажем его елеем и помолимся о нем Она отвечала Для этого то я и послала за вами Я помазал его елеем во имя Иисуса И попросил господа поднять его Но было очевидно, что никаких заметных изменений не произошло Бог часто скрывает от нас то, что делает Изо дня в день мы узнаем о том, что Бог продолжает совершать свои чудные дела Мы получаем отчеты о происшедших исцелениях О которых мы ничего не слышали во время самих служений Только прошлым вечером на служение пришла женщина Которая испытывала ужасные страдания В Йорке было полно дноя И вся ее кровь была отравлена им Что, конечно, должно было неминуемо привести ее к смерти Мы помолились о ней И вот уже утром женщина была здесь и рассказала нам Что она совсем не чувствует боли И спокойно проспала всю ночь Чего с ней не случалось в течение двух месяцев Пусть вся слава принадлежит Богу И скоро вы увидите, как он будет совершать подобные дела повсюду Помазав этого брата и помолившись о нем Мы спустились вниз по черной лестнице В то время как три врача поднимались по парадной Когда мы очутились внизу Я спросил друга, приехавшего со мной Можно, я буду держать тебя за руку Мы взялись за руки И я произнес Посмотри мне в лицо и давай согласимся В соответствии со словами Евангелия от Матфея 18-19 Что этот человек будет вырван сейчас у смерти Мы изложили все это дело перед Богом И закончили словами Отец, мы верим И тут возник конфликт Жена больного спустилась к нам и сообщила Врачи достают свои инструменты и собираются оперировать Я воскликнул, что Слушайте меня, ведь это ваш муж И я говорю вам, если эти люди будут оперировать его Он умрет Вернитесь туда и скажите, что вы не можете им этого позволить Она вернулась к врачам и попросила Дайте мне 10 минут Они возразили Мы не можем этого допустить Ведь он умирает Операции Единственный шанс для вашего мужа Она отвечала Мне нужно только 10 минут И пока они не стекут Не прикасайтесь к его телу Они спустились вниз на одной рестнице А мы поднялись по другой Я настаивал Этот человек Ваш муж И он не может сейчас сам принимать решение Сейчас пришло время для вас возложить все упования на Бога И доказать его святость и праведность Вы можете спасти его от тысячи врачей В этот критический час вы должны стоять за Бога и с Богом После этого мы опять спустились вниз А врачи поднялись в спальню Жена больного встала перед этими тремя врачами И твердо заявила Вы не должны прикасаться к этому человеку Он мой муж Я уверена, если вы будете оперировать его Он умрет Но он останется жить Если вы не будете трогать его Внезапно человек в кровати заговорил Бог сделал это, сказал он Они сняли одеяло И врачи осмотрели его Абсцессы совершенно исчезли И сестра промыла то место, где они были Врачи увидели, что внутренности все еще открыты И предложили жене Мы знаем, что вы имеете великую веру И все мы были свидетелями чуда Которое здесь произошло Но вы должны позволить нам соединить разорванные части кишечника Заключив их в серебряной трубке И мы знаем, что после этого с вашим мужем все будет в порядке Тут больше не требуется вмешательство вашей веры Она отвечала им Бог начал это дело Он же может и завершить его Никто из людей не должен прикасаться к нему сейчас И Бог совершенно исцелил этого человека Он и сегодня здоров и крепок Вы спросите, какой силой это было сделано? Я отвечу вам словами Петра Ради веры во имя его Имя его укрепило этого человека Это помазание было произведено во имя Господа Ведь написано И восставит его Господь Он дает двойное исцеление Даже если причиной болезни был грех Слово его провозглашает Если он сделал грехи Простятся ему Вы спрашиваете Что такое вера? Вера Это принцип слова Божьего Дух Святой Которым было вдохновлено это слово Назван Духом Истины Когда мы скротностью принимаем насаждаемое слово В нашем сердце зарождается вера Вера в жертву Голгофы Вера в пролитую кровь Иисуса Вера в то, что Он взял на себя наши немощи Понес наши болезни и нашу боль И вера в то, что сегодня Он сам является нашей жизнью Бог избрал нас для того, чтобы мы помогали друг другу Мы не должны быть независимыми Он желает, чтобы мы были покорны друг перед другом Отказываясь поступать так, мы уходим от слова Божьего и от веры Однажды я уже побывал в подобном состоянии И я верю, что никогда больше не окажусь в таком положении Как-то я пошел на служение Я был очень болен И мне становилось все хуже и хуже Я знал, что совершенная воля Божья для меня состояла в том, чтобы я смирился и попросил пресвитеров помолиться обо мне Но я не сделал этого, и служение закончилось Я отправился домой без помазания и молитвы надо мной И все в моем доме почувствовали симптомы той самой болезни, от которой страдал я Мои мальчики не знали других путей исцеления, кроме упования на Бога как на нашего семейного врача И мой младший сын Джордж крикнул мне из мансарды Папа, иди сюда Я отвечал ему Я не могу прийти Все это случилось из-за меня Мне следует раскаяться и просить у господа прощения Я решил смирить себя перед всей церковью Затем я бросился в мансарду и возложил руки на моего мальчика во имя Иисуса Я положил руки ему на голову, и боль ушла ниже Он стал опять кричать Положи руки ниже Наконец боль опустилась в ноги И когда я положил руки ему на ступни, он был полностью освобожден Очевидно, какие-то злые силы все еще пытались удержаться в его теле Но когда я возлагал руки на различные части его тела Эти злые силы уходили Мы должны видеть разницу между помазанием и леем больных и сгнанием демонов Бог всегда будет милостив к нам Если мы будем смиряться перед ним и придем к нему с окрушенным духом Я был в Гавре, во Франции, и сила Божья могущественно действовала там Один грек, по имени Феликс, посетил наше служение и стал очень ревностным приверженцем Божьего дела Он страстно желал привезти всех католиков, каких он только мог, на наше служение Чтобы они увидели, как милостиво Бог проявляет себя во Франции Он нашел одну прикованную к постели женщину, которой приходилось лежать все время в одном положении Потому что она не могла двигаться Он рассказал ей о том, как Господь исцеляет людей во время служения И предложил привезти меня к ней домой, если только она пожелает Она сказала, мой муж католик, и он никогда не позволит ни одному ни католику навещать меня Она, однако, просила своего мужа позволить мне прийти к ней Рассказав ему все, что Феликс говорил о силе Божией, действующей среди нас Он отказал, я не допущу, чтобы протестант вошел в мой дом Но она настаивала, ты ведь знаешь, что врачи не могут помочь мне Священники также бессильны что-то сделать Не позволишь ли ты этому человеку Божьему помолиться обо мне Наконец он вынужден был согласиться, и я смог войти в их дом Большой радостью для меня было видеть простоту этой женщины и ее детскую веру Я показал ей мою бутылочку с Илейм и объяснил Это Илей, он является символом Духа Святого Когда он коснется вас, Дух Святой начнет свою работу, и Господь поднимет вас И Бог сотворил чудо, как только Илей коснулся ее тела Я взглянул в окно и увидел Иисуса Я часто видел его, ни один художник не может изобразить подобного ему Никто из них не способен отразить несравненную красоту моего прекрасного господа И тут женщина почувствовала силу Божию в своем теле и закричала Я свободна Мои руки свободны, мои плечи свободны И... О! Я вижу Иисуса Я свободна Я свободна Видение исчезло, и женщина села в постели Я взглянул и снова увидел господа Она также увидела его и воскликнула Он снова здесь Я свободна Я свободна Она встала с кровати, стала ходить по комнате, прославляя Бога А все мы заливали слезами, ведь эти чудные дела Божьи Господь поднимет людей, если они выполнят его условия Будучи молодым человеком, я всегда любил общество пожилых людей и всегда внимательно слушал, что они и говорили У меня был друг, старый баптистский служитель и чудесный проповедник Я проводил с ним очень много времени Однажды он пришел ко мне с печальной вестью Моя жена умирает Я отвечал Брат Кларк, почему вы не верите Богу? Бог может поднять все, если вы поверите Ему Он просил меня прийти в его дом И я искал кого-нибудь, кто бы пошел вместе со мной Я отправился к одному богатому человеку, который ревностно любил Бога Когда-то я одолжил у него большую сумму для открытия миссии спасения И теперь я попросил его пойти со мной Он отказался «Никогда не просите меня о таких вещах Идите туда сами, а я не участвую в подобных делах» Потом я подумал о человеке, который мог молиться часами О брате Николасе Стоя на коленях, он мог трижды обойти вокруг земли и вернуться на то же место Я просил его пойти со мной и говорил ему На этот раз у вас действительно есть шанс помолиться Не упустите его Брат Николас пошел со мной и стал молиться Он просил господа утешить мужа в его тяжелой утрате Он умолился о сиротах и еще много о чем Все в том же духе Я воскликнул «А мой Бог, останови этого человека» Но его невозможно было остановить Он продолжал свою молитву И во всем, что он произносил Не было ни крупицы веры Наконец, когда он остановился Я обратился к нему «Брат Кларк, теперь в вашу очередь молиться» Он начал «Господи, услышь молитву моего брата И утешь меня в этой ужасной тратье скорби Приготовь меня, чтобы я смог устоять в этом великом испытании» Я закричал «Боже мой, останови этого человека» Вся атмосфера комнаты была пропитана неверием Там почему-то стояла стеклянная бутыль, полная растительного масла Я подошел к женщине и вылил на нее все это масло во имя Иисуса И тут внезапно передо мной появился Иисус Стоящий у ног больной женщины Он улыбнулся и исчез Женщина встала совершенно исцеленной Она и сегодня живая и здорова У нас есть великий Бог У нас есть чудесный Иисус У нас есть славный утешитель Божий покров постоянно пребывает над вами Защищая вас от зла Под крыльями его вы безопасны Слово Божье живо и действенно И в его сокровищах вы найдете жизнь вечную Если вы решитесь довериться этому чудесному Господу Этому Господу жизни То найдете в нем все, что вам нужно Вы убедитесь, что, если доверитесь ему Он никогда не подведет вас Молитва веры исцелит болящего И восставит его Господь Верите ли вы ему? Он достоин доверия Однажды я был приглашен в Эстон Морской курорт на западе Англия Из телеграммы я узнал Что человек сошел с ума Превратившись в неистового маньяка И люди, приславшие телеграмму Желали, чтобы я помолился о нем Когда я прибыл на место Жена больного спросила меня Согласны ли вы ночевать в одной комнате с моим мужем? Я согласился Среди ночи злые силы овладели имени Это было ужасно Положив руку ему на голову Я почувствовал, что волосы его стояли дыбом Подобно множеству тонких прутьев Бог послал ему облегчение Но оно было временным Часов шесть утра у меня возникло чувство Что мне непременно необходимо На короткое время выйти из дома Мужчина, заметив, что я ухожу Закричал Если вы уйдете У меня не останется больше никакой надежды Но я чувствовал, что обязательно должен выйти Оказавшись на улице Я увидел женщину На которой была шляпа Какие носят в армии спасения И понял, что она направляется на их семичасовое молитвенное служение Именно там я и появился через несколько минут Когда я увидел, что руководитель служения уже собирается избрать гимн для пения Я обратился к нему Пожалуйста, не начинайте петь Давайте лучше молиться Он согласился Я помолился от всего сердца А затем схватил свою шляпу и бросился к выходу из зала Все они решили, что в это утро на их молитвенном служении присутствовал сумасшедший Поспешно направляя их к дому Где провел эту ночь Я увидел моего больного Который бежал по направлению к морю совершенно голый Он явно собирался утониться Я закричал Во имя Иисуса Выйди из него Мужчина растянулся на земле во всю длину своего тела А злые силы вышли из него Чтобы никогда уже больше не возвращаться Жена его бежала следом за ним Пытаясь его догнать И муж был возвращен ей в совершенно здравом уме В мире существуют силы зла Но Иисус более велик, чем все злые силы Существуют ужасные болезни Но Иисус, Исцелитель Нет такой проблемы, которая была бы слишком сложной для него Лев из колена Иудина разорвет все цепи Он пришел, чтобы помочь угнетенным и освободить пленников Он пришел, чтобы принести искупление Люди желают знать, как можно жить силой Божьей Каждое проявление и благодати Полученное вами, прощение, исцеление, избавление от любого зла Будет опровергаться сатаной Он будет бороться за ваше тело Если вы получили спасение, сатана будет кружить рядом Повторяя, смотри, ты вовсе не спасен Дьявол, лжец Если он говорит, что вы не спасены Это верный признак вашего спасения Вы ведь помните историю о человеке Чей душевный дом был выметен и убран Злые силы были выметены из него Но человек этот по-прежнему оставался в своем неизмененном состоянии Если Господь исцеляет вас Вы не должны оставаться в вашем старом духовном состоянии Злой дух опять вернулся к тому человеку и нашел дом убранным Тогда он привел вместе с собой семь других, еще более злых духов И состояние того человека стало хуже прежнего Убедитесь, что вас действительно пребывает Бог Пусть ваш дом будет занят Будьте исполнены Духом Святым У Бога есть миллионы способов Как помочь тем, кто приходит к Нему У Него есть избавление для каждого пленника Он так сильно любит вас, что говорит Прежде, чем они вас зовут Я уже отвечу Не отвергните его Свидетельство об исцелении Я поскользнулась и упала А затем меня нашли с переломанным копчиком И такими тяжелыми вывихами бедренных и тазовых костей Что я превратилась после этого в настоящую страдалицу А так как в течение двух месяцев после травмы Перелом не был обнаружен Сломанные кости не были составлены Постоянная боль и раздражение вызвали общее воспаление нервной системы А то, что кости длительное время не были соединены Сделало невозможным их сращение в дальнейшем Мое состояние все время ухудшалось Поэтому меня положили в больницу Где уже через месяц после того, как мои сломанные кости были составлены Их составили опять По-новому И хотя сама рана быстро зажила Воспаление нервов осталось И в течение многих месяцев я должна была терпеть постоянные боли И не могла обходиться без посторонней помощи На первое служение, проводимое мистером Мигглсвортом Меня привезли 2 октября 1922 года В конце служения всех больных и нуждающихся в исцелении попросили Если это возможно для них Встать Муж помог мне подняться на ноги И, когда проповедник молился о больных Я была мгновенно исцелена Не знаю, как это произошло Знаю только, что великий врач прикоснулся к моему делу И я стала совершенно здорова и избавилась от всякой боли Придя домой Я продемонстрировала всем Как могу приседать и подниматься Держа руки над головой Тогда как раньше требовались усилия обеих моих рук Чтобы приподнять мое ослабевшее тело К моей кровати были прикреплены палки Держась за которой я могла привстать Теперь они были не нужны мне Я легла и в первый раз за все это время переворачивалась Не чувствую боли Я никогда не перестану прославлять Бога за то Что Он исцелил меня драгоценной кровью Иисуса и Его святым именем На следующий день я одна пошла на остановку трамвая Чтобы отправиться на служение Что делаю с тех пор постоянно Пусть вся слава и честь принадлежит за это Иисусу Миссис Сандерс Сандиева Он взял на себя наши немощи Стихи для чтения Матфея 8 глава Стихи с 1 по 17 Это чудесное место писания Все слова чудесно Эта благословенная книга несет в себе столько жизни Здоровья, мира и такое богатство Что мы никогда не будем бедными Эта книга Мой небесный банк Я нахожу в ней все Что мне надо Я хочу показать вам Какими богатыми вы можете быть Потому что Иисус Христос Силен обогатить вас всем У Него есть для вас изобилие благодати Дар праведности И благодаря Его изобильной благодати Все возможно для вас Я хочу показать Что вы можете быть живой ветвью на живой лазе Иисусе Христе И что вам предоставлена честь Прямо здесь В этом мире Быть подобными Ему Иоанн говорит нам Чтобы мы были подобны Ему в этом мире Речь не о том Что мы Сами по себе Можем что-то из себя представлять Но о том Что Христос в нас Наши все во всем Господь Иисус всегда желает Являть свою благодать и любовь Чтобы приблизить нас к себе Бог хочет совершать великие дела Чтобы возвещалось Его Слово И давайте в этот самый день и час Начнем постигать то Что думает Бог Здесь много нуждающихся Много страдающих Но я не думаю Чтобы у кого-то из них Положение было Хотя бы наполовину Таким же тяжелым Как у человека О котором говорится В начале прочитанного нами отрывка Смотри Мат 8 Этот человек был прокаженным Вы можете быть больны Туберкулезом легких Или раком Или еще чем-то Но Бог пошлет вам Свое совершенное очищение И свое совершенное исцеление Если вы имеете живую веру во Христа Он чудесный Иисус Этому прокаженному Должно быть Говорили об Иисусе Как много возможностей Упускается в наши дни За того Что люди часто забывают Рассказывать о том Что делает Иисус Возможно Кто-то подошел К этому прокаженному И сказал Иисус может исцелить тебя И поэтому Он был исполнен ожидания Еще до того Как увидел господа Спускающегося По склону горы Прокаженным Не позволялось Вступать в непосредственный Контакт С другими людьми Они должны были Криками Предупреждать Окружающих о том Что нечисты Поэтому ему Было очень трудно Приблизиться к Иисусу Окруженному толпой Но спустившись с горы Иисус все же Встретился с этим Несчастным Прокаженным О Это ужасная болезнь С человеческой Точки зрения Ничто уже не могло Помочь ему Но нет ничего Что было бы Слишком трудным Для нашего Иисуса Этот человек Просил Господи Если хочешь Можешь меня очистить Хотел ли Иисус Вы нигде не найдете Свидетельства о том Что Иисус Когда-либо упустил Возможность Сделать доброе дело Вы обнаружите Что его желание И трудиться для нас Всегда больше Нашего желания Дать ему Возможность Делать это Беда в том Что мы не приходим К нему Не просим его О том Что он более чем Желает нам дать Иисус протянул Свою руку И коснулся его Говоря Хочу Очистись И этот человек Тут же очистился От проказы Мне нравится это Если вы точно И определенно Излагаете перед ним Свои просьбы Вы никогда Не уйдете Разочарованными Божественная жизнь Войдет в вас И вы получите Избавление Иисус тот же Самый сегодня И Он говорит вам Хочу Очистись Чаша Которую Он Предназначил вам Переполнена В ней полнота жизни Он поможет вам Вашей безысходности Все возможно для вас Если только Вы будете веровать Бога есть реальный план Он очень прост Вам надо только Прийти к Иисусу Вы найдете его Таким же Каким он был В стародавние времена Следующий случай Описанный в Евангелии От Матфея 8 Произошел с римским сотником Подошедшим к Иисусу Чтобы попросить Об исцелении Своего слуги Который был парализован И ужасно страдал Сотник относился К этому делу Настолько серьезно Что сам отправился Искать Иисуса Есть одно правило Которое действует Всегда Не может быть поисков В результате которых Предмет поиска Не был бы В конце концов Найден Ищущий находит Слушайте милостивый Ответ Иисуса Я приду и исцелю его В большинстве городов Куда мы приезжали Есть множество людей О которых мы не можем Помолиться В некоторых городах Бывает по 200-300 человек Которые просят посетить их Мы просто не в состоянии Сделать этого Но я так рад Что Господь Иисус Всегда желает Прийти и исцелить Он жаждет Встречать на своем пути больных Потому что Ему нравится Исцелять их И сегодня Господь исцеляет Многих людей Через возложение Носовых и шейных платков Как он делал Это в одни Павла Вы можете Прочитать об этом В книге Деяния 19-12 В Ливерпуле Ко мне подошла Одна женщина И попросила Мне нужна Ваша помощь Я хотела бы Чтобы вы присоединились Ко мне в молитве Мой муж Алкоголик Каждую ночь Он приходит домой Пьяным Не поможете ли Вы мне молиться О нем Я спросил ее У вас есть Носовой платок Она достала Свой носовой платок А я помолился Над ним И попросила Положить его На подушку Ее мужа Той же ночью Этот мужчина Пришел домой И лег на подушку Покрытую этим платком Но его голова Лежала не просто На подушке Она лежала На обещании Божьем В Евангелии От Марка 11 24 Мы читаем Все Чего не будете Просить в молитве Верьте Что получите И будет вам На следующее утро Этот мужчина Проснулся Зашел в первую Жепюную Которая попалась Ему по дороге На работу И заказал себе Пиво Он отпил глоток И сказал Бармену Вы подсыпали В пиво Какой-то яд Он не мог Пить это пиво И потому Отправился В следующий бар Где опять Заказал пиво Попробовав его Он закричал Человеку За стойкой В это пиво Подсыпан яд Мне кажется Что вы договорились Отравить меня Сегодня Бармен был Возмущен А этот человек Заявил Я пойду Куда-нибудь В другое место Он пошел В третий бар Но там Произошло То же Что и В двух первых Он устроил Там такой скандал Что его Просто выгнали После работы Он пошел Еще в один бар И опять Ему показалось Что его Хотят Отравить И он снова Так расшумелся Что Его выставили За дверь Он вернулся Домой Рассказал Жене о том Что произошло И добавил У меня такое чувство Что все Они сговорились Отравить меня Жена Спросила у него Не видишь ли Ты в этом руку Господа Не он ли Сделал для тебя Отвратительным То Что разрушало Тебя Эти слова Вызвали в нем Ощущение вины И он пришел На служение И получил Спасение У господа Есть сила Чтобы освобождать Пленников Когда я был В Австралии Ко мне подошла Одна дама Которая очень Беспокоилась О своем сыне Потому что Он был ужасно Ленив Я помолился Над платком Который потом Положили на подушку Молодого человека Он проспал На этом платке Всю ночь А на следующее утро Встал и отправился Искать работу И он ее нашел О Слава Господу Вы не можете Не впустить Бога И Если только Вы доверитесь Ему Он не допустит К вам Дьявола Иисус Хотел пойти Исцелить больного Но сотник Остановил его Господи Я не достоин Чтобы ты вошел Под кровь мой Но скажи Только слово И выздоровеет Слуга мой Иисус был Восхищен Этими словами И отвечал ему Иди И Как ты веровал Да будет тебе И в тот же час Слуга Я выздоровел Во время моего служения В Австралии Ко мне подошел Мужчина Опирающийся на массивную палку И попросил Я хотел бы Чтобы вы помогли мне У вас уйдет всего полчаса на то Чтобы помолиться обо мне Я отвечал Верьте Богу И вы будете здоровы Через одну секунду Его вера ожила Так что он смог получить Исцеление мгновенно И он ушел от меня Прославляя Бога За чудесное выздоровление Слово Господа Достаточно для нас И сегодня Решившись поверить Слову Божьему Вы увидите Как это слово Исполняется В вашей жизни И это будет Поистине прекрасно Мы видим Смелость веры Этого сотника Той веры Которая не ограничивает Бога Мы терпим Неудачи Если ограничиваем Святого Израильева Я хочу Вдохновить вас На то Чтобы вы Имели живую веру И доверяли Слову Бога Следующее исцеление О котором мы читаем Восьмой главе Евангелия От Матфея Было исцеление Тещи Петра Которая страдала От горячки Лука свидетельствует нам Что Иисус Запретил горячки Действовать в ней Горячка Оказывается Способна слышать И Как только Она услышала Приказ Она тут же ушла У Иисуса Был новый метод Сегодня Многие люди Пытаются Изгнать горячку Заставив Человека Потеть Вы не можете Изгнать дьявола Заставив Его потеть Он способен Выдержать любую Жару Какую вы сумеете Создать для него Но если вы сможете Поверить Исцеление Гарантировано вам Так же Как и Теща Петра Однажды я Получил Телеграмму В которой Меня просили Навестить Молодую женщину Живущую На расстоянии Двухсот миль От моего дома Отправившись туда Я встретился С ее отцом И матерью Сердца которых Были разбиты Горем Они повели Меня наверх В комнату Где я увидел Молодую женщину Лежащую На полу Пять человек Удерживали ее В этом положении Это была Хрупкая Молодая Женщина Но сила Которая была В ней Превосходила силу Всех этих Молодых Мужчин Которые ее Держали Когда я вошел В комнату Злые духи Выглянули Из ее глаз И сказали Ее устами Нас много Ты не сможешь Изгнать нас Я возразил Иисус может При любых обстоятельствах Он остается Тем же Он только ожидает Когда представится Случай Благословить Кого-то Он готов При любой возможности Избавлять души Если мы приняли Иисуса К нам вполне Можно применить Слова Тот Кто вас Больше того Кто в мире Он больше всех Сил тьмы Ни один человек Не может противостоять Дьяволу Во всей его силе Но любой человек Исполнены знания Об Иисусе Исполнены его присутствия Исполнены его силы Для сил тьмы Является чем-то большим Нежели просто человеком Мы призваны Богом стать Более чем победителями Через того Кто возлюбил нас Живое слово Способно уничтожить Силы сатаны В имени Иисуса Сила Я хотел бы Чтобы каждое окно На улице Отражало имя Иисуса Его имя через веру Принесло освобождение Несчастной связанной душе И тридцать семь демонов Вышли из нее Причем Выходя Каждый из них Называл свое имя Эта славная женщина Совершенно освободилась И врачи сочли Возможным Вернуть ей ребенка В ту ночь В этот дом Снизу шли небеса Отец и мать Сын и его жена Соединились В прославление Христа За его бесконечную милость На следующее утро Мы провели Благословенное время В преломлении хлеба Все чудесно С нашим чудесным Иисусом Если вы решитесь Вполне положиться на него Все вещи Вашей жизни Займут Предназначенное им место Он изменит Все обстоятельства Именем Иисуса В один момент Все может обновиться В мире постоянно Появляются новые болезни И врачи Не умеют Распознавать их Один врач Признался мне Медицина Как наука Переживает Еще период Младенчества И мы Врачи Не можем Вполне доверять Нашей медицине Мы постоянно Экспериментируем Но человек Божий Не экспериментирует Он знает Или По крайней мере Должен знать Могущество Господа Иисуса Христа Он не руководствуется Во всяком случае Не должен руководствоваться Тем Что может наблюдать Во внешнем мире Он должен иметь Божественное откровение О могуществе Имени Иисуса И силе Его крови Если мы упражняем Нашу веру В Господа Иисуса Христа Он придет И одержит Славную победу Над всеми силами тьмы Вечером того же дня К нему привели Многих одержимых Демонами И он изгонял Нечистых духов Своим словом Исцелял всех больных Чтобы исполнилось слово Сказанное Через пророка Исаию Он взял на себя Наши немощи И понес Наши болезни Если бы вы только Могли видеть Агнца Божьего Когда он восходил На Голгофу Он принял Человеческую плод Для того Чтобы иметь Возможность Взять на себя Все бремя Грехов наших И все их последствия Там на кресте Бог возложил На него Беззаконие Всех нас На кресте Голгофу Был вынесен Приговор И последствиям греха А как дети Причастны Плоте и крови То и он Также воспринял Оное Дабы смертью Лишить силы Имеющего державу Смерти То есть Дьявола И избавить тех Которые от страха Смерти Через всю жизнь Были подвержены Рабству Евреям Вторая глава Стих Четырнадцать Пятнадцать Муж Исцелен от двойного Перелома И других Несчастий Мой муж Был мгновенно Исцелен от двойного Перелома Трехлетней давности Водянке Страдал ей уже Два года Болезни сердца Привычки Жевать табак В течение Сорока-семи лет И Слава Богу Все это исчезло После того Как удар Небесного электричества Прошел через него Это произошло Во время нашей Поездки На служение Брата Смита Вегусворта В Портленде Штатт Ореган Мой муж Также был Мгновенно Исцелен от Высокого Артериального Давления Варикозного Расширения Вен Год тому назад Вены у него На лодыжках Разорвались И целый год Ему дважды В день Надо было Перебинтовывать Ноги Врачи Не могли Помочь ему Но Слава Богу Иисус стал Нашим врачом Исцелил его Миссис Фрэнк Нефью Продолжение следует...